Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новый влог. Решила в начале видео с вами немного поболтать, рассказать наши новости. Сегодня уже 26 декабря, до Нового года осталось всего 5 дней. И вы знаете, у меня сейчас абсолютно нет новогоднего настроения. Я надеюсь, что все-таки ближе к встрече Нового года оно появится. Дело в том, что на прошлой неделе в пятницу у нас очень сильно заболел Рома. Младший сын, я из садика его забирала. Он уже... В общем, у него начался конъюнктивит. И я поняла, что он подцепил какой-то вирус в детском саду. И все это, в общем, болезнь быстро начала набирать обороты. Мы не спали три ночи. Вот сегодня была первая спокойная ночь, четвертая, когда мы наконец-то... И он тоже поспал. Первую ночь у него была высокая температура. Начался сильнейший конъюнктивит. Вы знаете, вот я ни у одного из троих детей не видела такого конъюнктивита сильного. У него мало того, что выделялся гной, у него еще, знаете, вот эта вся конъюнктива, то есть весь белок, он покраснил, покрылся красными прожилками. И он не давал промывать себе глаза, потому что не промывать, не тем более закапывать. Он очень сильно плакал, зажмуривал глаза. Мало того, что он болеет, да, плюс еще все это в таком нервном напряжении, когда ребенок плачет, кричит. И он мог, и утром он не мог просто открыть глаза, потому что все это было залеплено, нужно было как-то их промыть. Он кричит, в общем, это непередаваемо. Плюс еще вот помимо конъюнктивита, температуры, у него насморк сильный. И вот вчера, получается, вчера третий, да, вчера понедельник, третий день болезни, у него еще начало болеть ухо, а ушная боль, она очень неприятна. У Ромы просто однажды был отит, я вам как-то рассказывала в прошлом году. И, короче говоря, я его тут лечила, и вот сейчас только сегодня первый день, когда ему более-менее получше. На одном глазу уже конъюнктивит почти прошел, на втором еще долечиваю. Короче, это очень непросто, когда болеют дети. И вы знаете, вот когда дети болеют, у меня наступает какая-то апатия, и руки опускаются. И вот в понедельник, вчера утром, вы знаете, вот я лежала, и я просто не хотела вставать, я не хотела ничего делать. Я просто себя подняла, потому что стала сама себе говорить, что кроме меня никто дела делать не начнет. Так, у меня тут лев пришел со школы, так что если будете на заднем плане слышать стук ложки, он тут обедает, не удивляйтесь. У меня тут, кстати, вот на заднем плане стоят все лекарства, которыми я Рома лечила. И вообще вот эти дни у меня, естественно, какие-то домашние дела все отошли на второй план. Я сегодня первый день, когда я тщательно навела порядок в ванной комнате, еще хочу все постели перестирать. Наш комплект уже поменял, еще надо у детей, потому что сначала у нас еще Родион болел, у него вообще был бронхит, но он уже выздоровел, он две недели был на больничном. И сейчас вот Рома выздоравливает. Эти дни, конечно, было очень непросто, но я думаю, что у кого дети болеют, да, вы меня понимаете. Ну, наверное, у кого дети ходят в детский сад, болезни не избежать. Роме, получается, вот уже осенью исполнилось три годика. И я вот, знаете, даже сейчас думаю, может быть, не стоит его вводить в январе, потому что у них особо-то, по сути, занятий там нет. То есть если у Родиона, у него уже подготовительная группа перед школой, там действительно у них занятия, они уже там готовятся к школе, они там учатся считать. Читать мы, ну, я сама научила Родиона по букварю, плюс бабушка с ним занимается по букварю, когда он ездит в гости к бабушке с дедушкой. Вот, то есть у Родиона, понятно, в подготовительной группе там действительно занятия, а вот у малышей там еще, по сути, занятий никаких нет. Ну да, там есть физкультура, они там что-то прыгают, бегают немного, там какие-то развивашки, они там какие-то катают шарики. Ну, в общем-то, какие-то элементарные такие вещи, да, которые, в принципе, можно дома поделать. А в основном у них идет привыкание, адаптация, нахождение вот в этом коллективе, как бы отдельно от мамы. И мне кажется, что в первую очередь туда вводят, ну, когда безвыходное положение, да, когда маме нужно выходить на работу. Так что, не знаю, посмотрю, вот как он сейчас оклемается от этой болезни. Я надеюсь, что все-таки каникулы после Нового года мы более-менее проведем в здравии. Очень бы этого хотелось. Кстати, по поводу работы, ребят, тоже хочу вам рассказать. Я уже в своем телеграм-канале делилась. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Я там каждый день стараюсь что-то выкладывать. Все-таки я приняла нелегкое для себя решение, съездила на работу, забрала трудовую книжку, написала заявление об увольнении. Так что, да, это решение мне реально далось очень нелегко. И вы знаете, я когда обратно ехала, как-то так стало грустно. То есть, видимо, начало приходить осознание, потому что туда я как-то приехала очень, ну, на позитиве. Меня там так классно встретили. Там нужно было обойти все отделы, чтобы собрать подписи, да. Вот этот увольнительный лист тебе дают, и ты ходишь, собираешь все подписи. Я увиделась с руководителем, там он по-прежнему работает. Вообще, я вот в этом отпуске, да, по уходу за детьми я была 6 лет в совокупности. Три года с Родионом со средним сыном и три года с Романом. Вот, 6 лет, получается. Но вот руководитель отдела тот же продолжает работать. Еще там несколько сотрудников из моего отдела, с кем я работала. То есть, много знакомых лиц, но также много и новых лиц. Вот, коллектив очень хороший мне. И сама работа была интересная, и коллектив хороший. Если кто-то не знает, у меня образование инженера-проектировщика. Работала я как раз по профессии. Я, ну, так грубо говоря, да, чтобы всем было понятно, я выполняла рабочую документацию, чертежи на компьютере. Вот, очень мне нравилась работа, реально она интересная. И коллектив классный, и, ну, много моментов, достойная заработная плата. И вот на обратном пути, вы знаете, было так грустно до слез. Вот, реально, очень было грустно, потому что я понимала, что, ну, неизвестно, в будущем найду ли я такую работу, и вообще правильно ли я приняла для себя решение. Ну, думаешь, ну, есть же женщины, да, которые совмещают и работу, и семью, и дом, да. Но я еще до того, как туда ехала, я понимала, что я такой человек, который отдается, если что-то я делаю, я отдаюсь этому на 100%. То есть я не могу, чтобы работа была по верхам, да, а семья была на 100%. То есть я и работе буду отдаваться на 100%, и мне будет хотеться, чтобы в доме все было идеально, чтобы было здесь и покушать, чтобы и со львом, со старшим сыном уроки были сделаны, и дети были опрятные, да, и мужу тоже надо внимания уделить, и еще не забыть про себя. Поэтому я понимала, что я просто себя загоню. Я физически в 24 часа в сутках я не смогу уложиться, поэтому нужно было сделать этот выбор. Кстати, уже когда я написала заявление о увольнении, переписывала со своей мамой на обратном пути, мама говорит, может быть, надо было взять административный отпуск на год, то есть не забирать документы. Я не знаю, может быть, реально я так не подумала, да, может быть, действительно надо было так сделать. Хотя я понимаю, что... То есть единственное, у меня шел бы стаж, хотя я понимаю, что через год, в принципе, ну, кардинально бы ничего не поменялось. Даже более того, я думаю, что через год будет сложнее, потому что Родион пойдет в первый класс, с ним нужно будет делать уроки, да, очень важно не упустить вот этот момент, когда ребенок идет в школу. И вообще, мне кажется, что начальная школа – это база, на которой строится потом дальнейшее обучение. Это мое мнение. Кстати, в Телеграм-канале меня спрашивали, какой вообще у меня стаж работы. Ребята, у меня стаж, получается, с 2007 года. Кто здесь шелестит конфетами? То есть, получается, я на первую свою работу устроилась, когда еще была на последнем курсе университета. То есть, получается, стаж у меня почти 16 лет. Так что поделилась с вами новостями. Хочу сейчас, ребят, показать вам посылку от Фиберли, которая недавно ко мне приехала. Наконец-то, я так ее ждала. Я заказала посуду на Новый год. Я вам уже говорила, что Новый год мы планируем отмечать в доме, на нашей даче. Но вы знаете, ребят, я уже честно, вот я сейчас живу сегодняшним днем, я не загадываю, потому что вот с болезнями с детьми ты понимаешь, что в любой момент может все повернуться не так, как ты планируешь. Поэтому вот если все будет хорошо, то, конечно же, поедем на дачу, там накроем праздничный стол. И вот сейчас покажу вам, какую посуду я заказала нам на новогодний стол. Я тут льва попросила наушники надеть, говорю, надень наушники и не слушай то, что я буду рассказывать. Говорю, сиди и ешь. Вот он со школы приходит, обедает. И рыжик тут, рыжик. Ребят, хочу показать вам свою долгожданную посылку из интернет-магазина Фиберли. Я очень долго гонялась за этой посудой, хотела собрать полный комплект. И, наконец-то, заказала вот такие тарелки, салатники на сервировочную тарелку. Эта серия называется «Пряный апельсин». И она выпущена у Фиберлик специально к Новому году. Я в одном из видео вам показывала. Уже ту посуду отвезла на дачу. Заказала там разделочную доску, большую тарелку, салатник маленький и вафельное полотенце из этой же серии «Пряный апельсин». И в этот раз заказала вот такие два больших салатника. Они такие довольно глубокие. Я думаю, что оптимально будет положить в них, например, салат «Оливье». Да, почему бы и нет. Или какой-то любой другой салат. Кстати, ребят, я хотела вам показать посуду уже на скатерти, которая у нас будет на новогоднем столе. Но она уже у меня лежит на даче. Поэтому я вот здесь вот так расстелила красное полотенце. Мне кажется, что на красном фоне очень симпатично эта посуда смотрится. Кстати, выполнена она из стекла. Она такая довольно прочная. Конечно же, ее можно мыть в посудомоечной машине. И вот таких заказала шесть тарелок, чтобы был комплект. Сразу шесть штук. У них диаметр 20 сантиметров. Кстати, очень красиво. Там на сайте представлено, когда на столе сервировка сначала большая тарелка, и потом стоит вот такая маленькая. Но я успела заказать только одну большую тарелку. Поэтому на большую тарелку, скорее всего, положу бутерброда. А уже вот еду будем раскладывать в такие тарелки. Хорошо, что успела заказать их шесть штук, потому что эту посуду очень быстро разбирают. Вы знаете, я ее ловила, потому что там все время было написано, что нет в наличии. И как только она появилась, я ее сразу заказала. И вот такое сервировочное блюдо. Мне кажется, что идеально подойдет, например, для какой-то закуски. Можно либо корзиночки здесь расставить, либо какие-то канапешки, либо небольшие бутерброды. Ребят, можете зайти на сайт Фаберлик, посмотреть электронный каталог. Там очень много всего интересного к Новому году. Там есть, кстати, серия посуды с рисунком дракона. В общем, такая тематическая. Очень много там товаров для дома. Очень много уходовой косметики, декоративной. Так что проходите, смотрите все сами и выбирайте. Сказать вам трудовую книжку свою. Кстати, сохранилась в хорошем состоянии. Даже не верится, что ее в 16 лет сейчас открою и покажу вам первую запись в ней. Смотрите, ребята, самая первая запись в моей трудовой книжке. 14 марта 2007 года. Это я еще училась на последнем курсе университета. Хотел показать вам еще свой зомеокулькас, как он подрос. Я покупала его год назад, пересаживала. И вот эти веточки, они становятся все длиннее и длиннее. И вот недавно он выпустил новую стрелочку. Он когда выпускает новые стрелочки, они всегда такого более светлого салатового оттенка. В общем, такие молоденькие побеги. И она очень быстро распускается, идет вверх. Так что вот так он меня радует. И мне кажется, очень красиво смотрится. Вы знаете, я уже который раз убеждаюсь, что зомеокулькас – это очень неприхотливое растение. Хоть часто в комментариях пишут, что он любит то свет, то тень. Но я сравниваю и вот с этим цветком, и с зомеокулькасом, который у меня растет на даче. Он особо неприхотливый. Его можно поливать один раз в неделю, и все равно он будет расти, выпускать новые стрелочки. Ему будет хорошо. И даже сухой воздух, который практически у всех у нас зимой в квартирах, в домах, ему не страшен. Так что вот так стоит у нас в спальне и радует меня. Я сейчас хотела заняться фиалочками, их спасением. Уже многие фиалки здесь дали корешки. Их пора уже сажать. У меня бабушка специалист по фиалкам, и она говорит, Лера, сажай их быстрее, пока корешки вот такие еще не очень сильно длинные, чтобы они не запутались. Потому что потом им будет сложнее в земле. Поэтому хочу их сейчас пересадить. Приобрела специальный грунт для фиалок. В Леруа Мерлен я его покупала. Здесь 2,5 литра. И у меня небольшие горшки. Купила набор из 5 штук. И вот этого пакета должно хватить как раз на 5 горшочков. И думаю, господи, где же горшки? Я вроде бы все приготовила уже для того, чтобы сажать. И захожу в комнату. У нас сейчас Рома в садик не ходит, на больничном. И вот здесь такая картина. Ром, ты что делаешь? У меня. Вот куда подевались мои горшочки. Вот такие я купила специальные небольшие горшочки для фиалок. Здесь получается объем 0,4 литра. И они идеально подойдут для фиалок. Потому что все говорят, что фиалки нужно сажать именно в горшки маленького объема. Только в таком случае они будут цвести. То есть, когда у них скованное пространство, тогда они цветут. А когда горшок слишком большой для них, тогда они не цветут. Заказывала набор из пяти штук. И взяла белые, все одинаковые. Потому что они наверняка будут у меня на полке стоять рядом. И поставлю их повыше. Потому что, уже вам рассказывала, у меня кот ходит среди фиалок. Он их не ест. А он нюхает, нюхает и их переворачивает. Они у меня уже несколько раз падли с подоконника. Поэтому я фиалочки переставила на полку. Вот только там они себя чувствуют в безопасности, так сказать. Забыла вам рассказать. Здесь горшки идут с автополивом. То есть, они предполагают, что воду нужно заливать вот сюда, вот в это отверстие. И якобы цветок забирает столько воды, сколько ему нужно. То есть, здесь полив не верхний, а именно нижний. Я, честно говоря, впервые буду сажать в такие горшки. Но посмотрим. Вроде бы говорят, что растению так удобнее. Кратко расскажу вам предысторию, откуда появились у меня эти фиалки. Они мне достались от бабушки. Мне родители из Ульяновска привезли три цветущих цветка. У меня бабушка вообще выращивает фиалки. У неё это очень хорошо получается. Они у неё всегда такие здоровые, цветущие. И вот здесь я вам как раз показываю, что фиалки у меня очень сильно разрослись. У меня в горшке в одном уже было, получается, три розетки. И они у меня перестали цвести. Я понимала, что нужно их пересадить, чтобы обновить, чтобы дать им вторую жизнь. И я просто брала эти розетки, подрезала ножом, ставила в воду и ждала корешки. Конечно, это своего рода стресс для растения, когда ты вот так грубо его обрезаешь. Но в то же время ты таким образом обновляешь растения. Поэтому я думаю, так будет для них лучше. И теперь каждая розетка будет находиться в отдельном небольшом горшке. И надеюсь, что очень скоро они порадуют меня своим цветением. Я это видео, где разбираю большой цветок, где отрезаю вот эти розетки, ставлю в воду, снимала заранее за несколько дней, чтобы вы посмотрели вообще, как я это сделала. Вообще фиалки это мои самые любимые комнатные растения. Не знаю даже, с чем это связано, но всегда как-то меня тянуло их разводить. Мне очень нравится их цветение. Но вы знаете, как-то все время у меня не складывалась с ними дружба. Вот в отличие от моей бабушки, у нее они всегда цветут, всегда пышные, здоровые. А у меня очень часто погибает. Ну вот посмотрим, как будет в этот раз. По поводу грунта. Мне очень понравился в этот раз грунт. Он очень воздушный, не влажный. Там мало корешков, потому что разный грунт может попасть. Но вот в этот раз мне очень понравился. И я где-то читала, что очень хорошо, когда грунт не плотный, а именно такой воздушный. И не нужно его сильно утрамбовывать, чтобы растению было первое время легко пускать корни. Если эти фиалки зацветут, буду, конечно, очень рада. Они, кстати, цветут белыми цветами. Не знаю точно, какой это сорт. И я бы хотела, конечно, чтобы у меня было несколько разных сортов. Мне очень нравится и фиолетовое цветение, и розовое. И я слышала, что можно скрещивать фиалки разных оттенков и выводить какой-то новый сорт. Допустим, в один горшок сажать два листочка. Но вот сама еще это не пробовала. Но мне в последнее время очень нравится цветоводство. И вообще все, что касается посадки. И на дачу мне очень нравится сажать. Я вам уже рассказывала, впереди, через несколько месяцев будет уже сезон, когда нужно будет сажать рассаду. У нас уже, кстати, и семена куплены. Родион в этом году еще летом купил. Так что думаю, что будем тоже заниматься рассадой. Пишите, ребята, в комментариях. Если среди моих зрителей есть тоже любители цветовода, так сказать, какие растения вы выращиваете у себя дома. Нравится ли вам этим заниматься? Будет интересно почитать. Субтитры сделал DimaTorzok Посадила 4 фиалочки. И у меня осталось 2 отростка. Я решила пока их не сажать, потому что здесь вот на одной только-только начинают появляться корешки. А на второй вроде бы есть, но они еще маленькие. Я решила не торопиться и все-таки, чтобы побольше отросли. Вот. Так что один горшочек у меня пока так постоит. И, может быть, дня через 3-4 я уже ее посажу. Вот. Так что таким я сегодня не новогодним занятием занималась. Но все равно нужно было это сделать. Поставлю их сейчас на полочку. Рыжик тут, кстати, уже одурел от всех этих ароматов. И уже задремал. Да, Рыжик? Ты задремал? Рыжик. 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 Ну вот так, ребят, расставила фиалки. Конечно, в идеале на фиалки нужно смотреть сверху, когда они красиво расставлены на подоконнике. Но у меня сейчас задача, чтобы они прижились. Может быть, начнут цвести. Я надеюсь, кстати, цветут они белыми цветами. Я не знаю точно, какой это сорт. Так что пусть пока стоят здесь. Один горшочек еще пока пустой, но скоро тоже будет с отростком. Вот. Пусть стоят здесь и приживаются. Надеюсь, все с ними будет хорошо. Муж вчера принес. Подарили ему вот такой подарок. Вместительная коробочка. Давайте покажу вам, что здесь есть. Так, это украшение на елочку. Так, смотрим, что это. Темный шоколад. Сургутский живой скунжут. Он, кстати, любит темный шоколад. Дальше начинается самое интересное. Суджук полярный. Колбаса сыровяленая из оленины. Дальше. Сало три кабана. Сало я люблю, но из кабана ни разу не пробовала. Дальше. Это вообще что-то неизведанное. Мясо сибирского медведя. Томленное в печи. И здесь что? Паштет из марала. С кедровым орехом. Марал. Это, наверное, разновидность оленя. Не знаю, напишите мне. Ой, что-то здесь потекло. Мясо куропатки на лосе. Сыровяленое. И так. Вот это для меня. Крем-халва с какао. Да, остальное здесь. Крем-халва. Несколько баночек. Да, это всё одинаковое. И вот это что? Балык из косули. В общем, я такие деликатесы первый раз вижу. Конечно же, ничего из этого я не пробовала. Может быть, кто-то меня смотрит из северных городов. Напишите, если кто-то что-то пробовал. Вот. Такой необычный, я бы сказала, подарок сделали мужу. Рыжик учуял мясо морала. Рыжик, в тебе проснулся хищник. Всё, он теперь за мной ходит. Ребят, на этом буду заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Скорее всего, в этом году видео больше не выйдет. Уже встретимся с вами в новом году. Хочу заранее поздравить всех с наступающим новым 2024 годом. Пожелать вам в первую очередь, конечно же, крепкого здоровья, мира, спокойствия, радости каждой семье. Пусть в нашей жизни будет поменьше стрессов. Не забывайте про любовь к себе. Старайтесь каждый день хотя бы несколько минут выделить для себя. Сделать что-то приятное. То, что действительно приносит вам радость. И, конечно же, всем нам хорошо встретить Новый год, получить заветные подарочки под ёлочкой. Ребят, до встречи в новых видео. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова